Онлайн-встреча была построена на вопросах югорчан. В частности, региональные постановления об обязательной вакцинации для отдельных профессий некоторые оценивают как нарушение прав. Это мнение прокомментировала сама Майя Соловьева, главный санитарный врач Югры. Существует право на охрану здоровья. Государство реализует через свои программы, через свои ресурсы, обеспечивает охрану здоровья всех граждан без исключения. И когда кто-то один не хочет себе дать права, он должен понимать, что при этом он может нарушить права всех остальных и общества государства. Наталья Комарова напомнила, что нерабочие дни в стране объявлены в том числе и для того, чтобы можно было сделать прививку. Медики еще раз подчеркивают, что хронические заболевания – это показания для вакцинации, а не противопоказания. Число противопоказаний, оно каждый месяц уменьшается. Сегодня можно вакцинировать беременных, сегодня стало можно вакцинировать кормящих мам. Эти противопоказания, эти состояния, которые раньше рассматривались как противопоказания, сегодня они ограничены. Поэтому число тех, у кого остается медицинский отвод от прививок, оно очень небольшое. В среднем по округу вакцинацию прошли более 55% населения. В Нефтьюганске этот показатель составляет почти 35%.